Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Кондиционеры, USB, места для маломобильных граждан. В Самару поступило 22 новых троллейбуса. В регионе могут ввести паспорта коллективного иммунитета. Что это такое? День семьи, любви и верности. Что самарцы думают о празднике, как отмечают и почему этот день связывает с историей любви Петра и Февронии Муромских. В Самаре появились 22 новых троллейбуса с кондиционерами, USB и прочими техническими новшествами. Город получил новый транспорт благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ключи от новых машин вручали сотрудникам ТТУ губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. С какими эмоциями водители ждут первых рейсов, узнал Андрей Горгуленко. Галина Алмаева уже более 12 лет работает водителем троллейбуса. За это время ездила по разным городским маршрутам и хорошо изучила город. Водила разные модели, от самых простых до более совершенных. Теперь изучает новый троллейбус, который ей доверили водить. Конечно, есть волнение. Вчера, когда пробовали, перегоняли ночью, все это волновались. Но когда второй рейс ехали, уже гораздо смелее. И я так думаю, что да, на линии уже как-то хочется досмотреть удивление пассажиров. Всего в автопарке ТТУ появились 22 новых троллейбуса. Их приобрели на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ключи от них водителям вручали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, а также депутат Госдумы Леонид Симонорский. Я рассчитываю, что ваш профессионализм, ваше ответственное отношение к делу, ваше желание и умение создать комфортную атмосферу в общественном транспорте, конечно, будет нам тоже очень помогать. Потому что от вас во многом зависит увеличение пассажиропотока. Я хочу всем нам пожелать, чтобы наш общественный транспорт работал ритмично, чтобы жители нашего города всегда вовремя приезжали в те места, где и ждут, где они необходимы. А вам я хочу пожелать, конечно, здоровья, конечно, удобства в работе. После торжественной церемонии почетные гости осмотрели новый транспорт, познакомились с его функционалом и затем проехали несколько остановок, чтобы оценить комфорт непосредственно в дороге. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. 900 метров до финиша на заводском шоссе осталось перевести в порядок последний участок дороги. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Мэр также побывала на строительной площадке в сквере памяти борцов революции, где благоустраивают территорию. Чем новое общественное пространство будет удивлять самарцев, мы также узнали на этой неделе. Сделали тротуары, дорожные ограждения, обустроили ливневую канализацию, установили опоры освещения. Ремонт заводского шоссе выходит на финишную прямую. Что сделано, а что еще предстоит завершить, посмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Основной ход дороги от улицы Авроры до 22-го портсъезда полностью готов. Потребителей уже подключили к новому водоводу, который здесь построили взамен старого, 50-летней давности. Доделать осталось лишь одну полосу движения на участке длиной 900 метров около улицы Мальцево. В ходе строительства были выявлены неучтенные нигде электрические кабели под землей, которые необходимо переносить для того, чтобы обустроить последнюю полосу движения. Так в основном на сегодняшний момент основной ход дороги сделан. Каких-либо трудностей в передвижении по заводскому шоссе на сегодняшний момент не наблюдается. На 80% дороги она уже выполнена в полном объеме. Подрядчик уже выполнил все проектные работы по переносу электросетей на заключительном участке и в ближайшее время приступит к завершению реконструкции шоссе. Продолжаются работы и в сквере памяти борцов революции. Эта территория возле здания фабрики кухни, которая стала филиалом государственной Третьяковской галереи. Работы идут по программе формирования комфортной городской среды. За благоустройство именно этой территории проголосовали сами жители. Здесь обустраивают инженерные коммуникации, электроснабжение, автополив. Ход работ также проверила глава Самары Елена Лапушкина. На некоторых участках уже приступили к чистовым элементам благоустройства. Например, на площади памяти борцов революции возле обелиска укладывают плитку. Как рассказал подрядчик, местный производитель делает ее по новой технологии, которую применяют впервые. Плитка будет прочной и не скользкой. Выполняются работы по устройству пешеходных мостов. Будут здесь очень такие красивые пешеходные мосты из дерева, из лиственницы. Да, здесь будет интересный момент. Значит, сзади меня ведутся работы по устройству так называемого сухого ручья. Идут работы по устройству лектория. Бассейн там будет с водной гладью. Большое значение уделяют зеленым насаждениям. В сквере появятся не только обычные газоны с автополивом, но и те же растения, что высадили на вертолетной площадке. Изюминкой станет сад баланса, основная идея которого – переосмысление темы постиндустриального ландшафта. Сохранят в сквере и память о бывшем заводе «Зим». На территории уже готовят стилизацию букв, по аналогии с теми, что мы привыкли видеть на здании завода управления. Новое общественное пространство украсит также арт-объектами с подсветкой. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Город продолжает готовиться к отопительному сезону. Подрядные организации с начала июля вышли на три новых объекта по перекладке теплотрасс. На улицах Карбышева, Бобруйской и Некрасовской. Сейчас городские службы работают на 21-м объекте теплоснабжения. За летний-осенний период нужно подготовить 58. Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко поручил усилить контроль за ходом аварийно-восстановительных работ канализационной трубы на участке по Волжскому проспекту. Там ограничили движение транспорта, а автобусы пустили в объезд. Владимир Василенко на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону напомнил о сжатых сроках. По Волжскому проспекту 49, а с 8 по 13 у вас закрыто. Не будет вам там 20 дней, 15 дней, там 2 недели. Вот будет у вас ровно 5-6 дней по Волжскому проспекту. Распоряжение подготовить, закрыть со стороны Осипенко и закрыть со стороны Полевой. Уютным может стать каждый дворик. И помогут в этом волонтеры. В Самарском районе города уже преобразились 15 дворов. Теперь добровольцы украшают дворики промышленного района, как именно, расскажет Мария Левина. Двор, в котором оживают полотна. Акция «Уютный дворик» шагает по Самаре. Если раньше волонтеры приходили на помощь жителям только в Самарском районе, сажали цветы, убирались, разукрашивали серые стены, то сейчас география акции стала шире. Все положительное, оно всегда приносит пользу. И когда маленькие детки, подростки, школьники берут пример уже со студентов, то они понимают, что трудиться и делать добрые дела – это очень важно. Потому что чем больше человек делает добрых дел, тем больше к нему они и возвращаются. И самое главное – мир вокруг становится добрым, светлым, ярким и красивым. А из нашего окна филармония видна. А еще набережная, музей Самара, космическое и даже региональное правительство. Двор в промышленном районе заиграл новыми яркими красками. На этот раз главной темой акции стало 170-летие Самарской губернии. Жители двора в промышленном районе скооперировались, сдали макулатуру, а на вырученные средства купили краску. Позвали на помощь волонтеров и взялись за дело. Активные жители – это основа перемен. Но нам повезло, нашему району очень повезло, у нас очень активные жители. Мы делали опросы, обсуждали. Изначально мы хотели просто самые какие-то обыкновенные вещи нарисовать. А потом решили, что очень здорово было бы отразить исторические какие-то здания нашего города. Начинаются благоустраиваться эти дворы. И вот такие активные жители, как наши дорогие жители, которые сделали сейчас эту акцию, их становится больше. И, соответственно, наш промышленный район развивается и становится красивее и интереснее. Что появится на вчера еще скучно сером заборе, обговаривали всем двором. А воплотила идеи в жизнь художник Ольга Якунина, которая в очередной раз подтверждает, что искусство рождается не где-то далеко и в ожидании мифического вдохновения, а рядом – всегда. И чтобы его воплотить, достаточно просто начать. С таких маленьких проектов все и начинается. Если создать уют в своем дворе, в каком-то подъезде, то будет все красиво у нас. Сделать свой двор ярче могут позволить себе все самарцы. А чтобы волонтеры пришли на помощь, следует обратиться к управляющему своего микрорайона или в районную администрацию. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Самаре вырос почти на четверть. Эксперты оценивают это как факт восстановления бизнеса после ранее введенных ограничительных мер. Почему у арендаторов сменились предпочтения по расположению и метражу объектов, выяснила Ольга Хомракулова. И первые этажи с отдельным входом, и офисные центры, и площади в торговых залах, и даже склады. В Самару возвращается спрос на аренду коммерческой недвижимости. По данным аналитического агентства, за второй квартал этого года интерес со стороны арендаторов вырос на 24%. Изменилась и география спроса. В период пандемии очень многие компании пересмотрели свои отношения к количеству и качеству офисных помещений. Пустеет постепенно там исторический центр города. Поэтому традиционно мы видим миграцию оттуда в Ленинский, в Октябрьский, в железнодорожные районы. Так малый и средний бизнес готов пожертвовать квадратными метрами в пользу местоположения. В приоритете помещения первой и второй линии, с большим трафиком и удобными транспортными развязками. Основной сегмент, который на спросе, это именно торговые помещения, первые этажи. Первые этажи и с отдельными входами, небольшой площади, примерно от 25 квадратных метров до 50. Это пиковый спрос, тот, который потенциально нужен под любой вид деятельности. Бизнес покрупнее интересует помещение площадью уже от 50 до 150 квадратных метров. Зачастую там открываются новые представительства компаний и ремонт они делают под себя. Якорные же арендаторы, в особенности ритейлеры, свою занимаемую площадь от 150 квадратов не желали терять даже в пандемии. Поэтому ажиотажного спроса в этом сегменте не наблюдается. По районам разница есть. Если мы будем брать старый город, ну, наверное, за квадратный метр будет 2,5 тысячи. Если мы берем место, где мы сейчас находимся, Гагарина Победа, ну, 900 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы хотим еще дешевле, ну, надо, наверное, в Волгарь отправиться. Там, может быть, будет 700-800 рублей за квадратный метр. Еще одно влияние пандемии на арендный рынок – рост спроса на площади свободного назначения, который отличается от других объектов своей гибкостью и многофункциональностью. Зачастую в помещениях такого формата можно найти пункты выдачи заказов, салоны красоты или склады сервисов, быстрой доставки еды. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События. Паспорта коллективного иммунитета для предприятий могут ввести в регионе уже с 1 августа. Инициативу обсудили на очередном заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Паспорта получат те компании, где вакцинировано или переболело более 60% сотрудников. Сертификат будет выдаваться на три месяца и позволит компаниям работать при введении новых ограничительных мер. Губернатор Дмитрий Азаров поручил обсудить систему с представителями бизнеса. В начале недели внимание самарцев было приковано к резонансному убийству Екатерины Пузиковой-Сакирской, которую ранее обвиняли в отравлении мужа банкира. Пять с половиной лет длился ее процесс. Девушку признавали виновной, но все же оправдали. Кого заподозрили в расправе над ней, в подробностях резонансного дела разбирался Михаил Ермоленко. В Самарском районном суде вынесли меры пресечения главному подозреваемому в убийстве Екатерины Пузиковой-Сакирской, экс-супруге отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Перед судом предстал Алексей Рисков, бывший возлюбленный Екатерины, который признал вину в убийстве девушки. Мерой пресечения стал арест до 3 сентября. В настоящее время судом походат от следователя и ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В суде Рисков рассказал, как началась ссора между ним и покойной Пузиковой. Главным мотивом, по его словам, стал денежный долг, который когда-то он помог вернуть убитой. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Екатерина взяла нож и попыталась ударить Рискова. А он поспешил ответить тем же. Схватил кухонный топор и нанес два мощных удара. Сначала по ноге, затем по голове. После чего проверил пульс и, когда осознал, что сердце девушки не бьется, немедленно покинул квартиру. Несмотря на признательные показания, все не так однозначно, утверждает адвокат Рискова Александр Пименов. И добавляет, подзащитный путается в показаниях из-за того, что он находится в состоянии аффекта. Тем более, что спиртными напитками он не злоупотреблял, а наркотики не принимал совсем, продолжает защитник. А вот потеря любимого человека вполне могла спровоцировать у Рискова расстройство психики. Для меня, понятно одно, умышленного убийства не было. Да, он был в квартире, да, он с ней подрался, да, он ее ударил, он об этом говорит. Но послужил ли именно этот удар причиной смерти, или все-таки это какая-то старая причина, и вот они совмещены получились. Здесь трудно сказать. То есть он не хотел ее убивать. Это было ссором. По материалам следствия, шум в квартире Екатерины услышала одна из соседок. На какое-то время он прекратился после того, как выясняющие отношения паре сделали замечание. Затишье и стало поводом не вызывать полицию. Кто знает, как могли бы сложиться обстоятельства, если бы на место все-таки прибыли правоохранители. Сейчас Алексей Рисков арестован до 3 сентября, и следствию еще предстоит собрать все необходимые улики и составить полную картину произошедшего. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. Пять лет безупречной езды и приз за трудолюбие – новый внедорожник. В Самаре выбрали лучшего водителя городского общественного автобуса. Кто покорил жюри и забрал ключи от новой машины, увидела Гульфия Сафина. Легендарный отечественный вездеход, которому не страшен ни дождь, ни снег. Совершенно новенький трехдверный внедорожник с кондиционером и электроприводом почти год стоял на въезде в городское транспортное предприятие. Это подарок за образцовую работу водителя общественного автобуса, чье имя стало известно сегодня. Конкурс стартовал в начале 2020 года. Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией решили промотивировать наших сотрудников. Лучший из лучших, который прошел всю конкурсную, скажем так, конкурсный отбор. Его выбрали и сегодня мы ему вручаем суперприз. Масло в норме, да? Да, масло в норме, антифриз норма. Быть первым ему не привыкать. Под номером один Василий Чупятов ездит уже пять лет. Маршрут – Красная Глинка, ЖД-вокзал – один из самых сложных в Самаре. Василий Второй в семье водитель городского автобуса пришел в профессию по стопам отца. Ни одного нарекания со стороны коллег и пассажиров в ДТП не замечен. С дополнительной нагрузкой он, бригадир всего маршрута, справляется безупречно. Такой подход к работе удостоен награды. Просто неожиданно, я не ожидал, если честно. То есть, когда стоял у нас на стеле, это Ньюэр, я не думал, что я ее получу. И все-таки мечты имеют свойство сбываться. Чаще, если их не просто ждали, но и добивались упорным трудом. Немного волнуясь, Василий заводит теперь уже свой новенький внедорожник. Вечером будет что рассказать жене. Несмотря на свой возраст, Василий является бригадиром на одном из востребованных маршрутов нашего города. Является водителем-наставником. Хотелось бы, чтобы молодые сотрудники уходили не в такси, скажем так, а занимались более престижным таким видом деятельности, как пассажирский перевозок и перевозок пассажиров в нашем любимом городе. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, События. 8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. Его приурочили ко дню памяти святых покровителей, семьи и брака в Русской Православной Церкви Петра и Февронии Муромских. Как появился праздник, что думают о нем жители города, узнал Михаил Ермоленко. История чудесного исцеления от болезни и отречения от престола князя Петра ради любви его жены Февронии. Сегодня олицетворяет собой День любви, семьи и верности. Традиционно этот праздник отмечается 8 июля. Своё начало он берёт из повести о любви и жизни семейной пары Петра и Февронии Муромских. Она простая крестьянка, а он князь Муромский. Как гласит повесть, Пётр страдал от недуга, который помогла исцелить Феврония. В ответ князь пообещал взять её в жены, но слова не сдержал, и болезнь к нему вернулась. Феврония снова помогла правителю и на сей раз стала его женой. Бояре не приняли княгиню крестьянского происхождения и предложили либо отречься от жены, либо от престола. На что князь ответил решительно и согласился на изгнание. Согласно преданию, Пётр и Феврония умерли в один день и час 8 июля 1228 года. Похоронили мужа и жену порознь, но на следующий день их тела чудом оказались рядом. Спустя 300 лет церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Сегодня для православных верующих они образец любви, верности, покровителя семьи и хранителя домашнего очага. Довольно часто этот праздник сравнивают с европейским аналогом – Днём Святого Валентина. Это тоже праздник, призывающий к традиционным ценностям. Сейчас, конечно, очень много всяких там появилось странных каких-то интерпретаций этого праздника. Но если мы будем брать спокойное историческое исследование вот этого праздника, изначально он тоже подчеркивал необходимость традиционной супружеской любви, верности. В основе всероссийского праздника лежат верность своему слову, любовь, которая должна быть превыше всех социальных условностей, и вечность. О том, как отмечают этот день и о значении семьи и её ценностях, мы узнали у жителей нашего города. Стол, конфеты, шампанское, вот, и поздравления, ну, как обычно. Для меня семья – это когда мы вместе гуляем, проводим вместе время. И не когда просто один сидишь и балдеешь, а именно когда поднимает это очень сильное настроение, и очень хорошо проводить время с семьёй, с мамой, папой. Семья – это постоянная, это близкие люди, которые готовы тебя поддержать всегда, при любых обстоятельствах, всегда стоят по твою сторону. Во-первых, доверие и общение. То есть они всё время должны общаться, разговаривать и развивать друг друга. Впервые праздновать день семьи любви и верности начали в Муроме, 8 июля 2008 года. Сейчас День Петра и Февронии отмечают по всей России. Символом даты выбрали ромашку – цветок, который олицетворяет чистоту и любовь. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Излюбленное лакомство детей и взрослых. Шоколад на этой неделе отметил свой день рождения. Впервые конфеты из растопленного масла какао-бобов создали в июле 1847 года во Франции. А спустя 10 лет появился на свет и молочный шоколад. Как выбрать качественный продукт, спросила у экспертов Гульфия Сафина. Это называется облимная конфета. Все просто. Вот то, что я ее шоколадом обливаю. Из актрисы драматического театра в шоколатье Евгения Шабалина более шести лет увлечена изготовлением шоколада. Делает вручную конфеты и плитки по самым невероятным рецептам. С дольками инжира, ягодами или, например, как этот с пудрой петахая, он же драконий фрукт. Вот нюанс. Весь шоколад Евгения маркирует пометкой ПП, то есть без глютена, лактозы и сахара. Живой шоколад, как его называют, сыроеды, веганы, я делаю с нуля. С нуля это я сама топлю какао-масло, тертое какао, добавляю подсластитель. Либо сухой сахар, тростниковый, кокосовый, либо жидкий, сироп топинамбура, мед. Мне по жизни повезло, я занимаюсь тем, что люблю как-то все время и сейчас. Но это же просто магия. А как он пахнет? Девять из десяти человек говорят, что любят шоколад. Десятый, скорее всего, врет. Так не без юмора описал свои личные наблюдения о людях, пробующих сладкое, американский писатель Джон Тулиус. И доля правды в этом есть. По статистике, в 2020 году Россия стала серебряным лидером потребления шоколада. Кстати, в июле отмечают 174 года со дня создания настоящего темного шоколада. В темном шоколаде нет ничего, кроме сахара, какао-порошка, какао-дробленого и какао-масла. В шоколаде главный ингредиент – это какао-масло. Там ничего не может быть, кроме какао-масла, никакого другого жира. Там, где написано заменитель какао-масла, ну, это прежде всего, это уже сладкая плитка, шоколадная плитка и другие самые названия, которые не могут считаться шоколадом и не могут быть полезными. Ну вот, у нас здесь представлено три вида шоколада разных производителей. Два молочных, один горький. Давайте спросим у технолога, как определить, какой из них настоящий, правильный, а какой все-таки, наверное, не стоит есть. Инструменты, измеряющие содержание какао-масла под рукой у нас, так же, как и у покупателей в супермаркетах, нет. Поэтому ориентироваться нужно исключительно на вкусовые рецепторы. На столе шоколад трех ценовых категорий из отделов масс-маркета. Самый дешевый, средний и премиум сегмента. На этот раз ценник себя оправдал. Самый качественный, самый нежный, тающий на языке, это вот этот образец. У этого какое-то общее, не очень приятное послевкусие. И у этого шоколада очень крупнозернистая структура. Попадаются кусочки сахара и не очень приятное на языке, как песок. Ощущение песка на языке, текстура близкая к пластилину – все это говорит о нарушениях стандартной рецептуры шоколада и явном намерении производителя сэкономить на ингредиентах. По сути, это имитация шоколада. Но даже если вы тонкий ценитель лакомства из какао-бобов, даже самым качественным из них лучше сильно не увлекаться, говорят медики. Две-три дольки в день. И лучше остановиться, и не увлекаться. Опять же, надо вспомнить о том, что там жиры, то есть это может быть прибавка в весе, это риск развития сахарного диабета, поэтому здесь нужно очень быть внимательными. Чем более молочный, тем меньше какао, тем больше сахара. А также возможны аллергии, кожные высыпания и проблемы с желудком. А вот кариас, по словам стоматологов, грозит скорее фанатам карамели. В целом, употребление шоколада в разумных пределах сказывается на организме благоприятно, подчеркивают врачи. В нем много элементов, стимулирующих мозговую деятельность и предупреждающих раннее старение. Шоколад поддерживает нервную систему и снижает риск с развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Главное помнить, суточная норма – не более 25 граммов, желательно горького, темного шоколада. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!